Культ истории. Это старинный Рушин. Чем и как белорусы восхищают мир. Вот таких листиков 35. Впервые. Сложно. Интия Гулонга в шаге от реликвии. На один такой пояс можно было купить небольшую деревушку вместе с крестьянами до 300 человек. Солк и трепет. Это наши истоки, это наши корни. Чем вездесущего иностранца тронуть за живое. Моя мама давает каждый день. Глина моей мечты. И здесь только рука. Как не превратить легендарный завод. И от серединки чуть-чуть к себе. Фабрику бракованных игрушек. Все в ваших руках. Приехал я в село, там старая хата. Старая баба, старый дед, ты дочка нарвата. Страна традиций. Беларусь вершина самобытности. Культурно-духовные ценности. Богатейший опыт на земле под белыми крыльями чтут как дорогую реликвию. Несмотря на разрушительные войны, стихийные бедствия, лихолетия, страна как могла множила достижения предков. Развивала науку, культуру, литературу, искусство. Все это и есть национальное достояние. Инти-Агулонга сегодня сдует пылинки с дорогой историей. Мануфактура старины. На единственном в стране предприятии из глины лепят 8 с лишним десятков лет. Кашпо, вазы, посуда, сувениры. Полный цикл производства ведущему белых роз пока не знаком. Но измазать руки липкой субстанцией ему уже доводилось. Тихо, тихо, тихо. Убираем, убираем руки. Ну что, останусь здесь? Так, все, да, спокойно делаем все. Здесь надо без суеты. Йога на заводе. Сегодня эквадорец готов встать к станку прямо с порога. Рукоделие его успокаивает, отвлекает от суеты, дарит тонус. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Меня Татьяна. Ассортимент, который мой достаточно разнообразный. Начиная от кашпо, посуда для запекания, различные чайные наборы, кофейные. Все, что необходимо в современной жизни человека. Близкая красота. Глину для изделий добывают в паре километров. Благодаря знаменитому карьеру Гайдуковка и появилась эта фабрика. Мы немножко ее руками подсушили. А, то есть на руками на себя долго держат, потому что да. Мы забрали в лаву. У нас тоже тысячелетный материал, много разной скульптуры есть, керамическая. Когда еще были инки, очень много, да. Тоже наша культура есть такого. Дорогие недры. В стране известно около четырех сотен месторождений породы. В старину сырье добывали при помощи лопаты. Затем свозили на двор, складывали прямо на землю. После этого заливали водой, оставляли киснуть и перемерзать до весны. Из такого вот маленького кусочка, блиночка, да, у нас получится наше замечательное кашко. Ну, это как сосиска такая. Да, да. Натурпродукт. В составе изделий лишь стопроцентная глина, вода. Ценность таких работ зашкаливает на рынке. В месяц предприятие перерабатывает 100 тонн сырья. Убираются все заусеницы, какие-то неровности. И тут уже нужно руками. Да, и здесь только руками. История с географией. Кончарное дело и известно в Гелоруссии еще со времен неолита. Само название происходит от слова «горн», что значит «печь для обжига». Лепили вручную. Автоматизированной обработки не существовало и в помине. В наши дни часть процесса можно возложить на стальные плечи машины. Этот горшочек вот. Мы его поставим на сушку. Вот на этом конвейере он проходит и воздухом обдувается. И происходит удаление влаги. Сушатся горшки несколько дней в естественных условиях. Влажность может достигать 2%. Затем обжиг в камерной печи под 1000 градусов. Так и только так можно добиться настоящей прочности. А сойти можно? Пока можно. По всем этим спиралям идет электричество. Тогда не будут трогать. На сегодняшний день керамика пользуется огромным спросом. Цены, то они достаточно приемлемые, что говорит о том, что продукция наша раскупается. Толстый и тонкий. Некоторым изделиям одних суток в горячем шкафу мало. В нем объемные образцы обжигаются по второму кругу. Время на удаление влаги пляшет от размеров болванки. А что они тут делают? Инти. А здесь у нас вот такой участок, где делают интересные сувениры. И только вручную. Фабрика грез. Несколько столов друг за другом. Лампы, заготовки, приспособления для обработки. Так выглядит место, где рождается сказка. И Инти Агулонга, смекнув, что дело посильное, готов попробовать поработать руками и головой. Полностью сильно-сильно туда. Со всей силы. Вот так. Все замечательно. А, я просто думал, что надо там нажимать, но что-то не то было. Потом они сказали, что очень быстро сушится. И потом, когда я хотел убрать, это тоже, я думаю, что будет так просто. Но не было просто. Простой работа показалась лишь со стороны. На деле иностранцу пришлось изрядно попотеть. От серединки. Нет, я сейчас покажу. Это мы назад сделаем. Вот так, тут держим. И от серединки чуть-чуть к себе. Не очень получилось сразу понять, насколько сильно надо ее заминать туда. Потому что это не все получается, не все чувствуют сразу. Достать звезду. До истинных мастеров ведущему еще ох, как далеко. Новогодняя игрушка получилась слегка кривоватой. Интия Гулонга спишет все на опыт. Нет! Почему? Мои возьмите. Хорошо. И потом еще остается, просто сделает дырочку, за что мы вешаем ее потом. И вот получается вот такая вот дырочка. Красиво. Для первого раза просто замечательно. Это не очень такая, кажется, маленькая, легкая работа, но с ней много своих нюансов. Не все получается. Я думаю, хорошо справился. Карусель рукоделия. Изделия перед тем, как пойти на второй круг сушки, глазируются. Это окунание, налив или распыление. Затем снова обжиг, декорирование. Ведущему не терпится оставить след в истории. Такое, конечно. Вот это непонятно. После придания колора продукт снова попадает в печь. Лишь после очередного обжига изделие полностью готово. На все про все минимум 10 дней. Замечательно. Тут очень красивые модели. Посмотрю, я бы хотел купить одну такую. Сохраняя старину. Особая гордость фабрики – музей. Руководство смогло сохранить изделие, начиная с 40-х годов прошлого века. В этом помещении сотни кружек, наборов, ваз, сувениров. Очень комфортно было работать. Он такой разнообразный, многогранный. Исследовав фабрику керамических изделий, Интия Гулонга отправляется изучать культурную тему дальше. Под Слуцком, в деревне Квасыничи, разместился целый десант мастеров. В местном центре ремесел хобби по душе отыщет любой, кто устал сидеть, сложа руки. Гончарство, лозоплетение, инкрустация соломой, аппликация, ткачество. Увлечение с недавних пор ищет и ведущий белых роз. Край мастеров. Случина богата на традиции. Здесь живет много талантливых людей. В регионе трудятся настоящие волшебники. Ассы народных художественных ремесел создают шедевры руками. Без малого два десятка лет местные умельцы плетут, вяжут, ткут. Вот здесь у нас находятся вот инкрустрированные яйца, соломенные яйца. А это еще дети делают? Да, вот здесь вот куклы, это делали дети у нас, а здесь это делают наши мастера. Природное достояние. Соломка когда-то считалась народным золотом. В старину из нее сооружали царские врата храмов. В творческой кузнице работа кипит. Школьники обивают порог центра. Каждому охота создать свой шедевр. Наравне с девчонками кропотливой работой заняты мальчишки. Я притую соломой и занимаюсь разными поделками. Но если тренироваться, будет довольно легко. Деньги за талант. Квасынический центр ремесел 10 лет назад получил грант для развития проекта «Пояс Случины». Учреждение закупило ткатские станки, материалы для плетения поясов, конструкции выставочных залов. Иностранцу не терпится самому соткать пояс. Его мама ежедневно носит похожий аксессуар, но с эквадорским акцентом. Значит, найду первую. Первую берем. Держу в руке. Держу в руке. Ну, я уже здесь занимаюсь около 7 лет. Ну, и занимаюсь я соломоплетением и качеством поясов, ну, таких плоскоплетения. Ну, на первой не плетились, но на второй были попрошены. В соседнем кабинете настоящий ткацкий цех. Здесь умельцы обучают детей уникальному ремеслу. Вот бердом прибивается, по ножи нажимаю и пробрасывается уточная нитка в зев. Обратно пробивается. Что я говорила, что процесс сложный. 808 нитей у нас на станке и потом еще уточная. Золотая швея. Наталья Барень по образованию закройщик верхней одежды. В ткачество 20 лет назад она попала случайно. В этом центре ремесел работает с самого открытия. Не умела я ткать. Я просто, говорю, видела. Когда-то у детства бабушка моя уткала. Когда училась на закройщика, то проходили материалы видения, какой предмет. Там тоже как бы переплетения были, но сравнить ткачество и фабрику – это совсем другое. Сейчас Наталья Барень – маститая умелица. За плечами мастерицы десятки поясов, сотни рушников. Станок стал продолжением рук. С ним педагог справляется с закрытыми глазами. Ну вот ручники я один разрабатывала, ткала, то я ткала его три месяца. И вот все эти тонкости на листику, прожилки корычневые, вот и нору есть. Сразу после реклама. Я же интересен. За один такой пояс можно было купить небольшую деревушку вместе с крестьянами до 300 человек. Знаете, качества соответствуют цене. Как же оно работает, все работает. Никуда не девалось. Ну, хорошо получается. Все в ваших руках. А я все деблюсь, где моя Маруся? А я все деблюсь, где моя Маруся? Традиционный интерес. А с этим можно? Пока можно. Белорусские мастера делают краше мир. Вот так, вот так. Все замечательно. До рекламы Интия Гулонга попробовал собственноручно освоять глиняную посуду. Замечательно. На легендарном предприятии утварь из культового материала производят свыше полувека. Продукция наша раскупается. Под Слудском в знаменитых квасыничах иностранца пленили изделия из соломы. И считалось, что здесь запутывается все плохое. Местные рукоделы славятся гончарством, лозоплетением, инкрустацией, ткачеством. Ведущий тронут до глубины души. Сложно. То ли еще будет. Я с тобой держусь, я живая Маруся. Вот что дальше. Слудск. Культурная столица Беларуси 2023. Город – один из древнейших уголков страны с неповторимыми памятниками архитектуры удивительной красоты. Арт-объекты объединяет волшебство истории. Наибольшую славу и известность снискала культовая мануфактура шелковых поясов. Каждое изделие – произведение искусства. Дорогие украшения и сегодня жемчужина декоративно-прикладного искусства. Гордость многих музеев, дворцов – новый старый бренд Беларуси. Интя Гулонга выпала честь посетить знаменитую на весь мир фабрику. На чудное производство ведущая отправится совсем скоро. Это все делается вручную, вот такой вот иголочкой. А пока Белые Русы здесь. Здравствуйте, меня зовут Интя. Вот мне Фаина Семеновна. Очень приятно познакомиться. Вижу, очень талантливая женщина у вас. Спасибо. Искусство до нитки. Фаина Черноскутова 19 лет назад нашла отдушину в вышивке. Всю жизнь женщина проработала в торговле. Выход на пенсию совпал со сменой амплуа. Ну вот чем я могу заняться. Просто сидеть на лавочке, сплетничать. А те, кто приходят мимо, это не для меня. А потом я вспомнила, что в детстве, во-первых, да, я и рисовала же еще ничего. Вышиваю крестиком на колье. Ну, ну просто я, когда в США, изначально думала, что это краска. Что вы рисуете? Ну да, многие так думают. Да, правда, да? Да, даже руками трогают, глазами не верят. В этой скромной двушке женщина забыла, когда скучала. Яркие стены гостиной с потолка до пола увешаны арт-объектами собственного производства. Музей в обычной девятиэтажке насчитывает под сотню работ. Такие известные картинки из Довинчи, там Лени Виана. Да, 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 есть. Вот розовенники мои тоже там похожи. Очень южные. Да, я же индейец настоящий. Личная, публичная. Мастерица вспоминает, вдохновение на первых порах она черпала то в журналах, то на чужих вернисажах. Жизнь художницы упростил интернет. Схемы для будущих полотен сейчас в общем доступе. А вот это с интернета, вот это, ваше, простите, землячка тоже с интернет. Одна на всю страну. Фаина Черноскутова единственный мастер в Беларуси, которая сама может изменить цвет и рисунок без подсказок с картинки. Черты лица, оттенок кожи, эмоции. Пенсионерка признается, ее любимый жанр вышивки – фэнтези. Сколько время хватит на картину? Это зависит от размера. Размера? Вот это вот большая самая картинка. Вот, например, вот такая, да, такая. Да, метр шестьдесят на метр двадцать она большая. Сколько времен? Два года и семь месяцев. Два года? За дня в день. На случай не мастерица пользуется особым почетом. Ее работы – украшение любого праздника. Я не бросаю, вот у меня нет такой, что вот я начала одно, потом переключилась на другую работу. Нет, я ее вышиваю до конца. Потом смотрю, может, что-то переделать надо. Только когда смотришь близко, да, там видно, что это решили. Такое можно сделать, просто вышиваю. Пора и честь знать. Интия Гулонга впечатлен работами мастера не на шутку. Мечта ведущего – научиться ткать живописные шедевры самому. Тем временем, достояние республики в шаге от мечты. Добрый день. Здравствуйте. Меня зовут Дэй, а вас как зовут? Меня зовут Татьяна, я экскурсовод. Пояс истории. Эта знаменитая фабрика начинается с музея. Чтобы понять всю величественность реликвии, надо прикоснуться к истокам. Могли себе позволить только богатые люди. Ну и, конечно, это показывало их статус, их положение в обществе. И чем длиннее пояс был, чем больше там было золота, значит, тем богаче был человек. Почет на самом верху. В 2012-2015 по поручению президента в стране утверждена госпрограмма возрождения технологий и традиций производства слудских поясов. За дело взялись исконные умельцы. На одном из крупнейших предприятий было организовано производство копий знаменитых на весь мир шедевров, сувениров с их мотивами. Персиарня, так раньше назывались предприятия, которые занимались изготовлением шелковых поясов. Первую персиарню открыли Радивилы. Картина маслом. Неистовое буйство жизни, величие природы, извечный праздник, торжество мироздания, бытия. Это главные визуальные мотивы, изображенные на слудских поясах. Созданные пару веков назад узоры и сегодня волшебством будоражат воображение. Какого-то одного способа не было завязать пояс. Каждый делал это так, как ему было удобно. Но все же было одно правило, которое действовало для всех. Пояса ни в коем случае нельзя было завязывать на узлы. Золотой запас. В наши дни старинные пояса – раритет. В Беларуси хранятся лишь единичные экземпляры и фрагменты шедевров. Большая часть драгоценных артефактов находится в музеях частных коллекциях. Всего в мире их не более тысячи штук. В отечественных галереях – одиннадцать. Шелк, золото, серебро. Аксессуар из деликатных нитей требовал трепетного обращения. Нежные волокна могут порваться от любого неловкого движения. Стирка, глажка, сушка – под строжайшим запретом. Это такой пояс. В основном заказывали их для того, чтобы носить, дарить, передавать по наследству. Ну а за один такой пояс можно было купить небольшую деревушку вместе с крестьянами до трехсот человек. Золотые тканные пояса родом с Востока. Знать Османской империи особо боготворила их стамбульские персидские образцы. Первая мануфактура на территории Речи Посполитой появилась в 1757-м. Обучение откачей длилось семь лет. В узорах вместо арабских обыгрывались белорусские мотивы. Драгоценные шедевры засияли инкрустированными незабудками, ромашками, васильками. Была одна очень тяжелая часть в этом станке, которую нужно было постоянно поднимать. И не каждый мужчина с этой работой справлялся. Чтобы современные копии походили на культовый оригинал, над изготовлением уникального станка около года корпели немецкие конструкторы. Чертежи, по которым изготовлен белорусский заказ, тоже реликвия. Их содержание тайно за семью печатями. Понятно, что уже это не поможет, уже робот какой-то работает. Ну да, тут уже все программы в станок полностью загружены, то есть два компьютера. Основная часть коллектива фабрики – прекрасный пол. Среди них две ткачихи на вес золота. Умелицы единственные в стране владеют секретами изготовления ценных реплик. Они полностью повторяют картинку, полностью изготовлены из того же сырья, из которого изготовлен исторический образец. Мировой состав. При создании современных копий слудских поясов мастера используют натуральный шелк – золотые, серебряные нити и замет полиэстер-металлик. Стоимость шедевра начинается от 8 и доходит до 20 тысяч рублей. Станок из двух частей состоит. То есть нижняя большая часть – это сам ткацкий станок. Верхняя часть называется жаккардовая машина, то есть она отвечает за рисунок на поясе. Самобытный ассортимент. Кроме поясов, на фабрике выпускают и другие изделия в национальных традициях. Ведущий «Белых роз» спешит оценить все, что есть. Добрый день. Добрый день. Меня зовут Диана, а вас как зовут? Татьяна. Татьяна, очень приятно. Взаимно. Одеяло, подушки, постельное, столовое белье, куклы. Основной вид деятельности фабрики в наши дни – предметы домашнего обихода. В ассортименте как простые комплекты из ХБ, так и льняные с 3D-вышивкой. Постельное и одеяло. Дорогие стоят, наверное, из льна. Из льна, да, да. Не дешевые, но, знаете, качества соответственно цене. Мы получаем план на месяц и производим, выпускаем продукцию. Ориентировочно в месяц это 500 столовых комплектов. Ну вот, соответственно, приблизится столько же пледов. Этажом ниже участок отделки ткачества. На свет здесь появляются чайные, кофейные наборы, салфетки, пледы. Обработка тканей происходит с помощью специальных швейных машин. Весь материал экологичный, натуральный. Эта – это поезд тканей. В основном приобретается с национальными коллективами, но вполне уместен и в обиходе. В эквалор, я язык воду, тоже есть такие похожие. И моя мама одевает каждый день. Носит. Да, каждый день. Мне очень понравился Инти. Я вообще люблю очень таких творческих, креативных людей. Вот он мне показался именно таким. Он очень заинтересован был. Ему действительно было интересно. Мануфактура на этаже. На третьем уровне предприятия производят штучный товар. На ручных, деревянных станках ткут скатерти, вяжут салфетки, шьют рушники. Тысячи переплетений, дерево, руки-мастеры. В этом самобытном трио ничего лишнего. Добрый день, у меня зовут Инт, а вас как зовут? Ирина. Ирина, очень приятно познакомиться. Очень приятно. Я только что видел это в Моисе, я думаю, что уже не используется. Ну как же, оно работает, все работает. Производство никуда не девалось. Это наши истоки, это наши корни. Качество материалов с этих станков не ровня конвейерному производству. Прямо сейчас в этом убеждается и Инти Агулонга. Скатерть, ручная мережка. А можно я посяду? Пожалуйста, присядьте. Это все делается вручную, вот такой вот иголочкой. То есть все зависит от того, насколько у нас много срочных заказов. И, соответственно, уже тогда больше человек работает. Вот здесь одно делается, там другое. Мы сохраняем историю, мы сохраняем наши корни. Чтоб оно дошло до наших детей, когда-то они будут видеть правильно, они, может, не увидят, не помнят свою прабабушку, прадедушку, но им останется такой плед. И они же действительно вечные. То есть его стираешь, с ним ничего не случается. Натуральные нитки, натуральное. Это красиво, это история. Надо помнить свои корни. Я видел такое использую. Это не как-то на производство вообще. Это человек, который хочет что-то уникальное. Столица промысла. Восхитившись возрожденной реликвией, воодушевленный ведущий с пущим энтузиазмом едет дальше. Слуцкие умельцы, те еще рукоделы. А где ваш передник? Мой передник. Рай на земле. Здесь Интиагулонга обещают научить готовить знаменитые на весь мир колбаски. Ему только скажи. Этот рецепт несен в сборник рецептуры Испублики Беларусь. Я лично усовершенствовала. Хорошо. Ну и как вы думаете, что я вам доверю? Ну, конечно, лук, чтобы я не плакала. Картофель, перловая крупа, лук, морковь, грибы, фарш. Основы колбасок по-слуцки. Первым делом мелко нарезают лук. В компании с ним жарят овощи. А вы знаете, что? Что? Вот по правилам кулинарии, да? Это сначала, а потом сначала. Нет, давайте делать как просто, как в деревне. В учебном классе профколледжа атмосфера благоволит готовить национальное блюдо. Интерьер старинной хаты, русская печь, рассыпь антиквариатов. Вот у меня вопрос к вам. Да, с первой части. А как вы доводите до вкуса свое блюдо? Я люблю очень, когда кислый соленый. То есть всегда добавляю лимон. А вы знаете, мы с вами схожи. После обжарки нехитрый набор ингредиентов перемешивают. Ими фаршируют оболочку. Вы же почти все. Ну, практически все. Все в ваших руках. Ну, кратит, это самое страшное. Последний этап – запекание. Сковорода с полуготовым блюдом отправляется в печь. Ставьте на угли. Терпение и труд. Спустя час колбаски готовы. Ведущий «Белых роз» спешит снять пробу. Я вам даю соус. Он не простой соус. А, это не смотано просто. От непередаваемых ощущений эквадорец чуть не проглотил язык. Он просто стоял со мной рядом. И мне кажется, может быть, он больше справился, чем я. Он все это выполнял. Нет, просто интересный такой рецепт. Первый раз вижу, где я был на лавочке. К изумлению ведущего, плодным обедом, командировка Интиагулонга на Слудскую землю не закончится. В местном ДК съемочную группу «Белых роз» заждались голосистые артисты. Это единомышленники. Это все те люди, которые пели песни всю жизнь. Все сам. Этот коллектив к творческому процессу не привлекает посторонних. Записывают, поют, снимают одним составом. Талантливые артисты гораздо на все. В репертуаре и обрядовые, и авторские песни. Интиагулонга приглашают встать в круг, вручают инструмент. Идущий вписался с первого шага. Мы сразу поняли, что товарищ наш. Презент под занавес. Народные артисты приготовили Интиагулонга подарки. Каждый из них с белорусским размахом. А я чем хочу подарить? Раритет. Раритет. 35 лет. В шайбе 35, а сколько лет? Мне 26. Это старше вас. Ну, конечно. Битно. Очень понравилось. Прикинь, из СССР. Это очень старая штука. Вы, ребята, тоже вешают, колбаски все вместе в воде ездят. И ванны сходят потом. Ровно через неделю. Просто думаю, что если падаю, будет очень холд. О! О! Вот такой судак. Прикольно. Вам перец, а мне секретные специи. Нужно как-то идти в ногу со временем. Мужиков треба катать, Ластить, пестить, обдымать, Да и головное кормить, Как за ими добро жить. Субтитры сделал DimaTorzok